Я родился в городе Борисове, это Минская область, это очень недалеко от 60 километров. Там моя мама живет до сих пор, я езжу ее навещать время от времени. Там я родился, там прошло мое детство до 11 лет где-то. В 11-летнем возрасте я уже уехал в Минск учиться в эту школу. Ну, когда пришло мне время учиться в школе, мы с мамой пошли. В школу там стояло две школы рядом наших, 18-я и 2-я. 18-я со спортивным уклоном, а 2-я с музыкальным. Мы, конечно, пошли со спортивным уклоном, конечно, куда же еще мальчику-то идти. Мы пришли туда и сказали, а вы там, какой у вас адрес? Ну, такой-то, такой-то. Не, вы к нашей школе не относитесь, идите во вторую. Ну, ладно, пошли во вторую. Ну, и попали мы в класс с музыкальным уклоном, а потом был какой-то отбор, всех прослушивали и от меня отказались. Нет, этот мальчик нам не подходит, пускай идет в обыкновенную среднюю школу. Моя мама так возмутилась, сколько-то мой мальчик не подходит. Что это такое? У него же есть музыкальные способности, сказала моя мама, у которой никаких музыкальных способностей нет вообще. Вот, и мы пришли, она привела меня к тогдашнему нашему руководителю хора, а тогдашнего нашего руководителя нашего школьного хора звали Алексея Александрович Шут. Мы его все знаем, он уже покойный, к сожалению. Он руководил здесь у нас капеллы Сонорус, совершенно замечательный человек, очень энергичный и очень хороший очень человек, в общем. Он послушал меня тогда индивидуально, сказал, что я его не взял, странно, и меня вернули в мой музыкальный класс, и там я продолжал обучение. Пел в школьном хоре, все эти сорфеджио, вообще фортепиано и так далее. В те времена была такая традиция, или как это, не традиция, а слова не могу подобрать. В общем, педагоги из среднеспециальной музыкальной школы, они ездили по всей стране, по всем музыкальным заведениям, то есть по специальным музыкальным школам, либо по школам с музыкальным уклоном, по областным городам, районным центрам и так далее, и они как бы проверяли, выбирали каких-то детей, которые обладают какими-то музыкальными способностями, и выявляли их там, кто более-менее такими какими-то хорошими способностями обладал, они приглашали на прослушивание в одиннадцатилетку, и подходил, кто нравился, их брали, вот они учились. У нас очень много было людей, детей из разных совершенно городов страны. Вот в группу таких детей попал я когда-то, с этой группой меня привезли в Минск, причем в тайне от моей мамы, она меня никуда не хотела никогда отпускать, вот именно Алексей Александрович, он стоял тихонько, отправил в эту школу, меня прослушали и сказали, да, приезжайте, можете сдавать экзамены, пытаться. И вот я приехал домой вечером, пришел из школы домой и сказал, ой, мама, мы сегодня ездили в Минск, у нас были вот такие, что, куда вы ездили? к нашему этому Алексею Александровичу, что за фигня, что вы там такое устроили, куда вы водили моего ребенка? В общем, я-то этого не знал, это мне мама моя уже все потом рассказывала, что Алексей Александрович провел такую длительную беседу, в общем, когда-то такая была битва с моей мамой, она ни в какую не хотела меня никуда отпускать, какое общежитие, да вы что, что вы себе позволяете, я никуда по своей ребенку не отдам ребенка. Вот, но он сумел ей доказать, сумел ее убедить в том, что мне необходимо, что у меня достаточные способности и очень хорошие для того, чтобы его выбрали, вы представляете, это вот София Республики, это такое-то. Ну, в общем, как-то он ее убедил, она отпустила меня в эту школу и я поступил туда и начал там учиться. Ну, это было тяжелое время, но это вся тяжесть этого времени, в общем-то, на плечах моих родителей, моих родителей легла. Я не могу сказать, что я испытывал какие-то страшные трудности, что там голодал и что-то такое. Да, я помню эти талончики, мы ходили там, отваривали их в магазинах, что-то я покупал, какие-то крупы, сахар, я даже не помню, куда их девал, родителям отвозил, что я не помню. Ей-богу, как-то мимо это все прошло, я совершенно ничего не помню об этом времени. У меня были какие-то свои сложности и вопросы, которые больше меня волновали. Я, в частности, как-то так получилось, что я к концу лицея этого, да, тогда это уже лицей был, я очень плохо играл на кларнете. Меня с трудом перевели в восьмой класс с тройкой по специальности, перевели, как это называлось, условно. И, в общем, я был на грани вылета из этого. Меня вот это очень волновало. Вот, я закончил лицей, я получил четверку по специальности и в консерваторию меня не взяли. Тогда был большой конкурс, достаточно консерваторию. В те годы было много кларнитистов и я просто туда не попадал. Мне сказали, что это даже документы не подавая, это бессмысль. Во многих, любых. Ну, большие кларнитовые, закларнитовые красивые соло, например, в «Спартаке». Большинство у нас в оркестре не любят этот спектакль, он очень громкий. Это, правда, тяжело выносить, когда там очень много меди, которое такое звуковое давление создаёт, что трудно выдерживать. Просто заходишь, как ты из этой ямы. Но там есть красивые кларнитовые соло, которые мне нравятся и я, возможно, удачно могу их исполнить. «Спартак». Ну, везде. Я люблю играть Ромео и Джульетту. Там нет таких каких-то больших, может быть, соло. Ну, такие кусочки есть. Вот Анюту, Ромео и Джульетту, «Царскую невесту». Я люблю «Спартака». Я люблю играть. Вот сейчас недавно поставили конька-горбунка. Очень интересный. Дико сложный вообще. Для дерева – это смерть. Каждый раз надо готовиться и много заниматься, чтобы это сыграть, изобразить. Очень сложный по написанию, технически. Вот там приходится выдавать все, что ты умеешь. Вот все, на что ты учился. Вот сядь и покажи. Но красивый. Музыка прекрасная, очень здоровая. Я джаз люблю. Я слушаю только джаз. Я очень мало слушаю академической музыки. Иногда бывает накатывать на меня что-нибудь, но в основном я джаз слушаю. Да, мне нравится. Вот сейчас вот как раз именно норвежцев. Нильспетер Мольвер, например, такой вот трубач есть, пианист какой-то. Даже не вспомню. Недавно для меня открыли, я послушал альбом замечательно. Я очень люблю, вот считаю одним из таких очень талантливых, ярких и глубоких музыкантов, вот Брэд Мельдал и Джошуа Рэдман – саксофонист. Они просто вдвоем. Нету никаких ударников, нету басистов, никого. Два человека. Это как практически камерный ансамбль. Это просто час музыки, не можешь оторваться. Это что-то фантастическое совершенно. Вот совершенно гениальные люди, вот гениальные музыканты. Один родился для того, чтобы играть на саксофоне, а другой родился для того, чтобы играть на фортепиано. Гениальный совершенно джазовый пианист. Господи, дай Бог памяти. Группа такая с Нарки Папи. Вот. И уже вот есть… Альбом называется… Блин, We Like It Here, по-моему, называется. И песня называется Lingus. Ее уже разобрали просто на цитаты, уже все эти джазовые теоретики это соло рассмотрели и со всех сторон. Его уже там десять раз сняли, и все его пытаются научиться играть. Потому что там гениальное совершенно соло клавишное. Кори Хенри. Вот. Такой пианист джазовый. Это… Ну, улет полный вообще. Это космический человек. Я мало смотрю кино. У меня на это, собственно, времени особенно нету. Ну, то есть, у меня просто другие приоритеты. Если выбирать какие-то другие вещи, то я займусь чем-то другим, чем смотреть кино. А, ну, с детства, собственно, остались какие-то фильмы. Какие-то я смотрел. У меня очень сильное, очень сильное впечатление на меня произвел. И очень нравится мне до сих пор фильм, который называется «Однажды в Америке». Там потрясающе все. И сюжет, и игра актеров, и музыка. Там все просто вот сошлось так здорово. Это длиннющий фильм. Два с половиной часа, что ли, или три он идет. Я помню, что когда показывали у нас его в кинотеатре в 80-х годах, как-то прорвался тогда фильм. Он был даже с перерывом шел сеанс. В два захода. И я очень люблю фильм, который называется «Не окончена пьеса для механического пианино» по Чехову. Ранний Михалковский фильм. Потом «Кинзэдзо» мне очень нравится тоже. Это такая вот притча, которую каждый раз ты находишь что-то новое в ней. Ну, такие вот, такое кино, наверное. Но, в принципе, я знаю. Есть у меня люди знакомые, которые кино увлекаются, и я знаю, что есть на свете тьма всякого замечательного кино. Просто куча. И у меня не хватает времени его, ну, не смотреть, не узнавать как-то. Я не знаю. Может быть, даже и большого... Если бы я очень хотел, конечно, я бы это время нашел. Ну, просто я на другое заточен. Мы участвовали в фестивале «Кинемо» много раз. Вот мы озвучивали эти немые фильмы, которые они показывают людям. То есть мы участвовали в музыкальном сопровождении этого кино. Я сильно так кино не увлекаюсь сам по себе. Но мне было очень интересно работать. Это совершенно другой жанр. Нужно изобразить, да, создать характер какой-то музыкальный. Сопроводить кино действие, видео какое-то, видеоряд какой-то. Это очень сложно и очень интересно. Это трудная работа, правда. Любые страны привнесли нам, дали нам кучу интересных вещей. Южная Америка дала нам кучу интересных жанров и ритмов каких-то. Африка дала нам свое. Северная Европа нам что-то дала. Североевропейский джаз, я сейчас слушаю, мне очень нравится. Они тоже очень отличаются по каким-то гармоническому, музыкальному языку. Аранжировки какой-то. То есть это можно выделить. Это чувствуется очень видно. Вот их музыка. И все смешивается. Все люди выбирают то, что им нравится. И оттуда, и отсюда, и с другой стороны какой-то. И привносят в свое творчество. И это все смешивается. И получается что-то совершенно отличное от другого. Ну или несовершенно, но отличное. С любым музыкантом из любого конца света ты найдешь общий язык. Это мне дико нравится вот всегда. Мне очень нравится. Я знаю, куда бы я ни поехал, из какой бы там страны люди ни были, мы найдем общий язык всегда. Совершенно точно. Потому что там, так или иначе, мы все слушаем где-то примерно. Мы где-то найдем точки соприкосновения. Вот мы с этим мы слушали вот такую музыку. Вместе там он, это все. А вот с этим этом, с этим это. И мы найдем о чем поговорить всегда. И даже о том вот проекте, в котором мы участвуем одновременно. Все очень здорово, очень легко. Правда. Мы ездили, сколько вот гастролей у нас. Я на корабль ездил, играл там с разными музыкантами, работал на контракте. Я ездил в Германии, работал там в куроркестре там два года. Мы ездили с этим проектом и с Циммером. Музыканты из разных стран. И с Диснеем, и с кем угодно. И всегда было со всеми, о чем поговорить. Всегда. То есть нормально, очень быстро. Вообще. Две фразы и все. Ты уже вступаешь в диалог. Мне кажется, что это интересно. То есть попытка найти музыку просто в окружающих звуках, в звуках окружающего мира. У нас-то уши замылены. Мы живем в большом городе. Вокруг шум какой-то постоянно возникает. Мы его не слышим. Он у нас фоном идет. Мозг его отсекает. У нас есть свои мысли или там наушники в ушах, в конце концов. И мы слушаем какую-то музыку и так далее. А если попытаться в это вслушаться и воспринять, в этом можно действительно очень много услышать. Наверное. Я не пытался пока. Но я допускаю, что это очень интересно. Если мы выезжаем вот из большого города на природу, там мы начинаем вслушиваться звуки, которые отличаются от того звукового фона, в котором находятся мы постоянно. Там мы слушаем вот птички, там деревья скрипят, вот там то или что, там шум костра, да, пламя как горит. Какое-то течет, течет вода. Это мы слушаем, да. Здесь мы музыку можем воспринять эту, эти звуки. Нам интересно. А шум города, он у нас уже, просто его нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова